Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о четвертой главе первого послания к фессалоникийцам. Здесь в четвертую главу попали несколько очень важных тем, может быть, центральных для послания апостола Павла в целом. Продолжая обращение и призыв к христианам в фессалоник, Павел пишет «Братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вам поступать и угождать Богу, чтобы вы в этом преуспевали». Таким образом, видите, как он пытается убедить, какой единственный аргумент на самом деле он приводит, чтобы его читатели, его адресаты поступали по правде Божьей. Просим и умоляем Иисусом Христом. Может быть, следовало бы передать эти слова Павла ради Иисуса Христа. Мы просим вас, потому что Иисус Христос принял вас. Мы просим вас, потому что Он доверяет вам, и вы доверяете Ему, чтобы вы преуспевали в практике, в реализации того, что вы услышали от нас, пишет апостол Павел. Вы знаете, какие мы вам передали заповеди от Господа Иисуса? Продолжая эту мысль, апостол говорит, «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Освящение. То есть, собственно, речь идет о посвященности Богу. Явным образом апостол Павел здесь говорит о святости в таком библейском, ветхозаветном, иудейском смысле этого слова. Он называет святыней то, что принадлежит Богу, то, что не подвластно ничему в этом мире, кроме одного только Бога, кроме только воли Божьей. И вот поэтому Павел говорит о том, что воля Божья в том, чтобы вы были освящены, в том, чтобы вы принадлежали Богу, воздерживались от блуда, и ни в чем не поступали с братом, противозаконно и корыстолюбиво. Таким образом, он пытается максимально коротко сформулировать, в чем же заключается воля Божья о нас. Вот в этом освящении воздерживаться от блуда, от корыстолюбия, потому что Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости. Еще раз повторю, что святость в данном случае апостол Павел понимает именно как полновластие Бога в человеческой жизни. Поэтому, говорит апостол, дальше, если вы уклоняетесь от этих заповедей, от этих простых вещей, как надо жить, то вы, получается, непокорны Богу, который дал нам Духа своего Святого. Надо сказать, что то, о чем пишет апостол Павел, было для его читателей совсем не так просто. И для окружающего их мира тоже вот это странные, неожиданные вещи, почему люди ведут воздержанный образ жизни и друг с другом поступают бескорыстно. Это не было нормальным, общепринятым в те времена. Хотя, конечно, некий идеал порядочного человека и тогда тоже существовал, хотя, наверное, и отличался от евангельского, но все-таки никто из окружающих этих людей, язычников, не пытался реализовать это на практике. Павел говорит, вот это воля Божья, чтобы вы были освящены, чтобы жизнь ваша была в чистоте, не в нечистоте, но в святости, в полной принадлежности Богу. И это свидетельство среди язычников, и это способ готовиться ко второму пришествию, которое тоже важное для этого послания тема. Далее апостол говорит, ну вы знаете о братолюбии, потому что Бог научил вас любить друг друга, что само по себе, как вы понимаете, очень важно. Апостол свидетельствует о том, что это не он их научил, это Дух Святой, это Бог научил этих людей любить друг друга. А мы же, братья, умоляем вас вот о чем. Это 11 стих 4 главы. Умоляем вас, братья, преуспевать и стараться, чтобы жить тихо, заниматься своим делом и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Снова уже второй раз в этом послании апостол Павел описывает внешнюю сторону жизни вот таким образом. Жить тихо, без воплей о том, что мы суперграндиозные, самые важные носители истины в последней инстанции. Жить тихо, не орать, какие у нас там чувства, кто задел или как-то обеспокоил. Делать свое дело. Апостол Павел предлагает действительно своему читателю заниматься своим делом, заниматься своими делами. Обычно мы говорим это теперь во множественном числе. То, к чему тебя Бог призвал, не стараясь всех окружающих выстроить в соответствии с твоими нравственными представлениями. Это тоже чрезвычайно важно, потому что современные христиане нередко склонны навязывать свои идеи вполне себе секулярному обществу. Но, в общем, не сказать, чтобы эта идея была бы органична для апостола Павла. Заниматься своим делом – это значит тем служением, к которому тебя Бог призывает, на что Он дает тебе и благословение, и силы, и способности. И работать своими руками. Работать своими руками. Снова и снова возникает вот эта тема. Апостол Павел считает ее чрезвычайно важной. Необходимость зарабатывать себе на жизнь не тем религиозным путем, который ты избрал, а обычной человеческой работой. Обычной человеческой работой. Знаете, последние 30 лет, после падения советской власти, христиане пытались довольно безуспешно, надо сказать, в нашей стране найти какие-то новые способы, в новых условиях попытаться следовать этим словам апостола Павла. Ну и часто, что бы мы ни делали, превращается в некоторое такое условно-православное гетто, спрятанное и закрытое от мира. Ну вот это явно не совсем то, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит работать своими руками. Он говорит о простом труде, который вот приносит людям средства к существованию. И вот о такой тихой, недекларируемой, не афишируемой вере страшно трудно сегодня себе это представить, потому что мы очень часто, христиане, очень часто на протяжении очень долгого времени именно с фанфарами рассказываем о своих идеях, о своих представлениях, и жить тихо, как будто совершенно не про нас. А на самом деле это какая-то прямо вот фундаментальная черта того христианства, которое пытается своему читателю предъявить и описать апостол Павел. И во всяком случае, я думаю, что нам очень важно помнить эти слова, что мы призваны жить тихо, делать свое дело и работать своими руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Вот это и независимость, ни от кого и ни от чего, и, собственно, солидарность со всеми окружающими, внешними людьми, это то, что апостол считает совершенно необходимым. Дальше, может быть, отвечая на некоторый вопрос, который мог быть передан христианам и фессалоник апостолу, например, через посетившего их Тимофея, апостол Павел переходит к разговору, тоже довольно краткому, как и все в этом послании, к разговору о Втором пришествии и умерших. Весьма вероятно, какие-то из фессалоникийских христиан либо умерли, либо погибли из-за враждебности окружающей среды. И христиане спрашивают апостола, а что, собственно, с этими людьми происходит, где они, почему мы ожидаем пришествия Господня, а, оказывается, некоторые люди умирают раньше, чем это пришествие произошло. Для нас вопрос тоже актуальный, мы тоже все так или иначе умираем раньше, чем произошло Второе пришествие. И вот, отвечая, видимо, на подобный вопрос, апостол говорит, вот я что вам расскажу, что вам нужно знать, не хочу вас, братья, оставить в неведении об умерших. Этот фрагмент читается при заупокойных богослужениях в нашей традиции. Апостол говорит, я вам это расскажу, чтобы вы не скорбели, как все остальные, кому не на что надеяться, кто не может надеяться. Он не хочет, чтобы смерть братьев и сестер была для его читателей причиной, источником скорби, хотя он при этом и радоваться особенно тоже не предлагает. Он поворачивает перспективу, поворачивает точку зрения. Говорит, вот постарайтесь посмотреть на то, что Иисус умер и воскрес. И, собственно говоря, факт смертности учеников Христа, тот факт, что люди умирают в вере, этот факт надо смотреть на него, надо видеть именно через крест и воскресение Господа Иисуса Христа. Мы верим, говорит апостол, что Иисус умер и воскрес. А раз так, значит, и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Таким образом, апостол видит картину примерно так, что люди идут вслед за Иисусом Христом. Некоторые умирают, так сказать, по дороге, еще не дойдя до этого конца времен, конца тьмы и торжества света. Но поскольку они идут, шли за Иисусом, они никуда не деваются. Бог не забывает их, Иисус не оставляет их. Поэтому они еще раньше нас встретятся со славой Божьей. А мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не раньше их, не раньше тех, кто уже закончил свой путь в верности Богу. В этот момент, когда наступит этот день Второго пришествия, говорит апостол, возможно, какие-то картины пытаются он здесь нарисовать по своему опыту, потому что открывалось ему в молитве. А может быть, это частично отражение вообще бытовавших среди христиан Первого века представлений. Трудно сказать. Вот он говорит о том, что наступит день посещения, и это будет день, когда Христос сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первые. Мертвые во Христе воскреснут. Собственно, современному читателю чаще всего любопытно, а как же это будет, что это значит. Апостол акцент делает явно на словах «во Христе». Говорит о том, что воскресение это путь, который открыт для нас потому, что мы соединены с Иисусом Христом. Настолько, насколько мы во Христе. Вот это наше сегодняшнее единство с Иисусом это то, что действительно становится зерном и залогом нашего воскресения. И дальше апостол говорит потом мы оставшиеся, те, кто не успели умереть, но сохранили в своей жизни эту верность Христу, будем навстречу с Ним восхищены на облацах. Собственно, апостол говорит о том, что и для умерших, которые данное им время, данный им путь на земле прошли со Христом, и для нас, которые его еще не закончили, вне зависимости от того, закончен путь этот или нет, когда происходит второе пришествие, когда мы все встречаемся с Богом. Во-первых, у Христа из рук никто не пропадает, ни умершие, ни живые. Во-вторых, определяется собственно судьба, так сказать, тем, насколько ты действительно был к Господу Иисусу Христу направлен, и, наконец, что все мы именно с Ним будем в небе, именно вместе с Господом Иисусом Христом. И заключает Павел эту главу 18 стихом, где говорит в нашем переводе «И так утешайте друг друга сими словами». Собственно, он имеет в виду свое пожелание христианам Фессалоник вот примерно теми мыслями, которые он сформулировал, вот ими утешаться содержанием того, что апостол Павел говорит, вот этими моими высказываниями, тем, что я вам сказал, вот этими словами утешайте друг друга. длиннее, что фессалоник но в том, Продолжение следует...